Всем привет, друзья! Очередное видео для вас. Тоже весьма интересное видео, как говорится. Ну, хочу рассказать небольшие три статейки, я думаю, они вам понравятся. Так называется первая статейка, небольшая, как говорится. Пять нуклеусов из одного роя. Для ускоренного формирования отводков я использую следующий прием. После выхода и поимки роя осматриваю семью. Вырезаю все маточники за исключением одного-двух. Вынутые маточники монтирую соты с расплодом и медом и помещаю в трехрамочные улейки по одному каждый. Если в семье отпустившей рой уже вышли матки, оставляю ей одну, а остальных вылавливаю. Рой делю к вечеру. Если сажаю пчел в улей с маточником, то высыпаю по три ложки пчел на сходни, поближе к литку. Если матки уже вышли, то пускаю их в литок вместе с пчелами. Жду, когда пчелы войдут, а затем распределяю содержимое роевни поровну между всеми нуклеусами. После того, как матки спарятся, каждый нуклеус подселиваю рамкой печатного расплода. При постановке в зиму даю по медовой рамке. Число улейков зависит от величины роя. Стараюсь, чтобы на одну рамку с расплодом приходилось около 0,4 кг пчел. Ну, приблизительно 400 г. Это нормально, правильно, 350-400 г на рамку пчел надо. Таким образом, из роя в 2 кг я вначале формирую 5 нуклеусов, а затем выращиваю из них хорошие отводки. Ну, еще хочу добавить, что, как правило, нуклеусы из роя никогда не слетают, потому что у них такое свойство прививаться на новом месте и развиваться. А если сделаете нуклеусы не из роя, то они не из роевой земли, то, как правило, у них есть недостаток такой, что частично слетают. Ну, может, разным образом и 20, и 30, и 40, и 50 процентов. Итак, друзья, еще одна статейка. Использование запасов перги. В 1957 году, формируя сборный отводок, я наливал воду в пустые ячейки медоперговой рамки и случайно залил большой участок сота, заполненного пергой. Через 2-3 дня во время осмотра отводка обнаружил, что намоченная перга была полностью выбрана, а на ее месте матка откладывала яйца. Это натолкнуло на мысль, что пчелы охотнее поедают обильно увлажненную пергу. Впоследствии рамки с подсохшей пергой я обильно сбрызгивал водой и через сутки расширял ими гнезда. То есть, можно росинкой, спреем любым сбрызнуть эти рамки с пергой и поставить их на сутки отдельно, а потом подставлять в гнезда. И пчелы хорошо выбирают эту пергу. Пчелы выбирали пергу, а матка без пропуска откладывала яйца в этих рамках. Семьи, которые я подкармливал таким образом, быстро усиливались. Летом 59-го года я заготовил 9 килограмм перги, срезая стенки ячейка до середины. Рамки возвращал семям, предварительно сбрызгнув водой. Я советую, что их еще можно сбрызгнуть сиропчиком, пчелы тогда вообще. Сначала водой, а как говорится на сутки, а потом поставить сиропчиком побрызгать, она вода впитается, и они хорошо почистят. Пчелы очистили до середины сот от остатков перги и отстроили ячейки. Заготовленную пергу храню в спрессованном виде в малированных кастрюлях. При приготовлении мета-перговой смеси массу, полученную при очистке рамок, высыпаю в сосуд деревянный, глиняный, малированный, наливаю туда теплую воду и хорошо размешиваю. Затем процежу через редкое сито и отжимаю восковые частицы. Через некоторое время, когда основная масса перги сядет на дно сосуда, воду осторожно сливаю, а к перге добавляю густой сахарный сироп или мед, около 1% поваренной соли. Ну, соль, конечно, пчелы берут, вот, это больше нежелательно. Такую подкормку можно наливать в соты или специальные кормушки во время осмотра семей. Описанный способ добывания перги и приготовления подкормки дает возможность не ограничивать работу маток приносом лишней перги в гнезда, сбирая рамки от преждевременной выбраковки и давать весной медоперговую подкормку с целью большого наращивания расплода и пчел и использования ранних взятков. Ну, еще небольшая статейка, уважаемые, это отпугивание золотистых щурок. Я уже давал такую статейку, но тут еще добавочная информация, весьма интересная, очень маленькая. Золотистые щурки уничтожают большое количество летных пчел. Известные меры борьбы с ними мало помогают. Для отпугивания щурок с пасеки мы использовали магнитофон. Сделали это так, поймали двух щурок, ну и конечно, послушайте, чем они тут занимались, и начали выщипывать с них перья на живую. Щурки при этом пронзительно кричат, эти крики мы и записали на пленку. Как только стая щурок появлялась на пасеке, мы включали магнитофон с этой записью. Щурки быстро покидали пасеку и долго не появлялись. Этот способ отпугивания щурок хорош, но магнитофон работает с помощью электрического тока, которого почти нет на пасеках, тем более кочевых. Кроме того, магнитофон в то время, его трудно было достать, как я помню, но он еще и дорого стоит и требует очень бережного обращения. Для этой цели гораздо лучше использовать патифон. Ну, в то время использовали хорошо, патифонные пластинки поставят. Пластинки с записями криков птиц можно изготовить без особых трудностей на заводе. Итак, друзья, возьмите во внимание, сейчас цивилизация развилась, магнитофоны можно достать, и маленькие, и большие рекорды записать, и все это наладить. И поставить аккумуляторы достаточно зарядочные, чтобы заряжались и привозить. Все будет работать, и у вас будут пчелы на месте, а золотистые щурки тоже будут живые, только летать подальше. Ну, некоторым тут, как говорится, пришлось пожертвовать двумя, как говорится, они пожертвовали ими. Ну, если вы не пожертвуете чем-то из щурок, то щурки пожертвуют вашими, как говорится, пчелосемьями. Удачи, подписывайтесь и ставьте лайки, задавайте вопросы до следующего видео, жду ваших комментариев.